Законопроект об упрощенной процедуре получения украинских документов нужно корректировать. Об этом заявляют правозащитники и чиновники. Напомним, проект номер 3171 был разработан Минюстом Украины и принят в ноябре в первом чтении. Он должен дать возможность жителям Крыма и оккупированных регионов Донбасса получать по упрощенной процедуре документы гражданского состояния украинского образца. Но механизм, заложенный в документе, создаст людям немало проблем. Вот представьте саму с инологистику. Приехать, проехать эту границу – это тоже моральное какое-то воздействие. Кроме того, подать заявление в суд. Это нужно подождать. А потом, в названии решения суда, подать, соответственно, врач и так далее. И на практике это будет занимать даже не три-два дня, а возможно и больше. И поэтому человеку где-то надо будет жить. Человеку за счет чего-то нужно будет существовать и еще возвращаться. Согласно механизму, заложенному в законопроекте номер 3171, крымчане могут получить документы о гражданском состоянии украинского образца, обратившись в любой суд на материковой Украине. Он должен рассмотреть исковое заявление в течение 24 часов. Суд устанавливает факт, который имеет юридическое значение, принимая во внимание документы, выданные крымчанам оккупационными органами власти. И далее обязывает органы гражданского состояния выдать им документы украинского образца. Процедура проста, но только на бумаге, утверждают эксперты. Я не уверена, что суды при всей повазе до судовой гилки влади, я не уверена, что за эти 24 часа эти дела действительно будут рассмотреться, потому что в суде могут возникать какие-то вопросы, которые будут потребовать, конечно, заявления и дополнительных доказательств. Больше того, даже если представить, что человек будет брать это решение в суде протягом 24 часа, или она может с ним принять до органов ракции и выполнять его в эту самую договор, понимаете? Представители судов также выступают против порядка предложенного в проекте. Они считают несправедливым перекладывание на плечи судей того, что не берутся делать другие органы власти Украины. А именно принимать документы, выданные на оккупированной территории, поскольку это прямо запрещено законом. Проблема возникла в судах и относительно принятия до уваги этих документов, которые выдаются, что вы хотите, чтобы суди не выполнили вимоги закону, что суди тоже будут выполнять вимоги закону. А если уявить, что мы не будем принимать эти документы, то суду необходимо взять какие-то другие доказательства, чтобы установить, что родилась дитина. Вы уявите, что соответствует этот закон тем рискам, которые он может нести. Эксперты, суди и чиновники считают, документ нужно изменить до его вынесения на голосование парламента во втором чтении. Корректировки, в частности, должны предусматривать четкий перечень документов, которые суды должны рассматривать в качестве доказательств фактов гражданского состояния. То есть дать ответ на вопрос, могут ли суды принимать во внимание документы, выданные на оккупированной территории, если действующее законодательство не признает их. Также, по мнению общественников, должна оставаться возможность получения украинских документов и без судебного рассмотрения. Мы должны работать над данным законопроектом для того, чтобы он не смог надать максимально доступную процедуру таких осіб до установления фактов нарушений. Потому что, если затягивается процедура установления таких фактов, в жизни его важны, то другие послуги, другие допомоги и поддержки нашей государства, она также, можно сказать, затягивается. И такая судебная процедура на сегодняшний день я пропонюю оперативно-отребление документов. О возможности разработки доступной для крымчан процедуры получения документов украинского образца говорят цифры. За полтора года российской оккупации Крыма органами юстиции Херсона были внесены 1012 записей о гражданском состоянии крымчан. Согласно этой информации, за этот период было зафиксировано всего 623 факта рождения детей и 48 смертей. Вносились эти данные на основании документов, выданных оккупационными властями полуострова еще на украинских бланках и с украинскими печатями. Сколько же крымчан на самом деле нуждаются в получении украинских документов, станет понятно только когда для них сделают легальную и простую процедуру.